В Мажелисе подвели итоги работы первой сессии седьмого созыва. Несмотря на то, что большая часть депутатского корпуса, почти 70%, только привыкали к своему новому статусу, а работы было сделано немало. Парламентарии успели разобрать по крупицам каждую норму 86 законопроектов. Многие из них уже подписаны главой государства и вступили в свою законную силу. Об итогах и о том, что еще обсудили на последнем пленарном заседании, расскажет моя коллега Айгуля Монтаева. 23-е пленарное заседание Мажелиса. В этой сессии оно последнее. С января парламентарии обсудили 129 вопросов, рассмотрели 86 законопроектов. Безусловно, обновленный депутатский состав проделал огромный объем работы, оперативно реагировав на требования граждан. Это привело к созданию 10 собственных законопроектов. Два из них были одобрены сегодня. Это документ по вопросам судебной экспертизы и интеллектуальной собственности. По-первыхому, парламентарии предлагают создать частные судебно-экспертные организации, объединив усилия и возможности нескольких экспертов. Причина в том, что частному эксперту сложно работать без материально-технического обеспечения. Например, некоторые дорогие экспертизы – экологические, химические, токсикологические. Для них нужен хроматограф. Это оборудование стоит от 2 до 100 миллионов тенге. И не только. Молекулярно-генетические экспертизы требуют дорогостоящего оборудования. Одобрили депутаты Мажелеса и поправки по интеллектуальной собственности. Новеллы дают защиту прав и интересов правообладателей. Для развития национального брендирования и расширения рынков сбыта вводится новое понятие – географическое указание. На мой взгляд, понятие наименования места происхождения товара поглощает понятие географическое указание. В этой связи вопрос. Не приведет ли путаница наличия в законодательстве двух объектов, выполняющих одну функцию? И какой эффект ожидается от данного нововведения? Во-первых, путаница исключается по причине того, что законопроект предусматривает абсолютно разные критерии при заявке объектов. Что такое НМПТ? Это объект наименования места происхождения. Он подразумевает, что все стадии производства должны происходить в одном месте. Это как Читавское мороженое, это Рудницкий тан, это Шубаркульский уголь. Теперь, выделяя в отдельный объект географическое указание, мы кратно расширяем возможности наших отечественных производителей производить отдельные товарные знаки на свою продукцию и широко выводить их на рынки сбыта, где они также будут защищаться международными уже договорами. Подводя итоги работы палаты в этой сессии, спикер Мажелеса акцентировал внимание прежде всего на пакете политических реформ, инициированных главой государства. Проработаны важные нормы для развития экономики страны, предпринимательства, социальной защиты населения, совершенствования бюджетного законодательства. Приоритетом работы нового состава депутатов Мажелеса в первой сессии, как и прежде, стало законодательное обеспечение инициатив руководства страны. При этом, как всегда, в центре внимания парламентариев вопросы, направленные на повышение социального благополучия казахстанцев. Нынешняя парламентская сессия, можно сказать, стала сессией дальнейшей модернизации работы депутатского корпуса. Во-первых, заработал на практике институт парламентской оппозиции, который расширяет возможности Мажелеса как открытой диалоговой площадки. Во-вторых, дополнительный импульс получили механизмы парламентского контроля для эффективного выполнения предвыборных программ. Но на этом работа Мажелеса не заканчивается. Впереди встречи депутатов с населением. Они пройдут на самых разных площадках, отметил спикер палаты. А уже предложения казахстанцев лягут в основу законотворческой работы в новой сессии. Айгуля Матаева, Динара Жамбатырова. Итоги дня.